Я лью на пользу делу. Когда вы обнаружили, что брюки, или как называется это? Штанные брюки. Ну, брюки. Брюки. Что вы встали, а их нету. Когда это было? Утром, сейчас все. Дома Литвы. Грубче говорить. Дома Литвы, там, пол пятого. Так, а где они у вас лежали? Я стал расспрашивать подробно, где? Может быть, забыли дома, вы отвержили, это они были здесь. Я говорю, почему под голову не положили? Я все накладываю под голову, но я взять, это очень трудно. Почему не под голову не положили? Ну, там рюкзак у меня есть. Так, я говорю, теперь у вас подозрения есть на кого-то? Вы меня спрашивали, я говорю, нет абсолютно. Нет никакого. Я со всех сторон подхожу, ну, как следователь, он должен найти беревочку, где за что тянуть-то дальше. А может быть, ошиблись? И дома, в прошлом году они такой же претензии. А приехал домой, говорит, не надо, я не дома, я забыл их. Нет, я приехал в нем, и Лена знает, и Лена в ней. Ну, то есть, мы пытались найти его вот эти бриджи. Проходит время, они уезжать готовятся. Представь, какое мнение может быть? Я, тем не менее, начинаю перебирать, кто за это время уехал. Дальше я говорю, всех проверить. Называется слово швон. Всех перетрясем, у меня в лагере было там, когда уезжают, там полный разбор, и тогда подозрение. Если он вещи проверил, вытаскивает уже назад, он не имеет права их заносить. Но я обнаружил кое-что. И вдруг сегодня, говорят, нашлись. Все всякое. Кто нашел? Елена. А где она нашла это? Николая нашел. Нет, Елена нашла у себя в машине. Я принес только. Елена в машине нашла. Нашел-то кто? Ты или она? Нет, она в машине, в багажнике у нее лежала. Как она попала туда? Не могу сказать. Но вы даже это ответите, эти ваши брюки. Как? Я не знаю. Как не знаю? Она стянула у вас. В машине был. Или вещи у меня там вместе, она подцепила попутно. Сколько я помню, что я зашел туда, переоделся, отдал брук и эти... Насколько? Снимали, и другие брук и отдел. Это значит, куда-то ездили вы с ним. Ну, мы как-то где-то на ее вещах там сидели, там, или положили свои вещи. Как на их вещах ваших вещи? Мы с вами приехали, я пошел посмотреть в машине, нету. Она пошла посмотреть, она тоже первое вчера. Нету. Мы вдвоем смотрели. А зачем смотреть в машине-то? Ну, потому что, опять по-другому. Ну, все в машине, они у вас в брюкзаке лежат. Бывает у человека, допустим, минут 10, он вообще потеряет все, он не знает. Понимаете, вот, черную волну пустили, и сейчас прячутся. Нет, брат. Как оказалось там, помоги найти. В какой момент он лишился их? Остеряться не надо. Это последний шанс узнать, и мы будем остерять осторожнее. Вот у меня в жизни никогда этого не было, и фактически не могло быть. Я очень осторожен. Шторки все закрыть, к свету не прикасаться. Шторки двойные, и еще убитые гвозди за гвозди прищепки, чтобы даже комар носик не подтащил. И поэтому, хоть он будет лезть, он еще не увидит. Тем более, я дорогой, когда еду, на каком лежу, это плацкарта, не плацкарта, нижняя, но я лежу на ящике на этом. Никак и не возьмешь. Задача неразрешимая, да? Это где-то что-то мухлюет. Мухлюет, то есть обманывает в хитростях. Я же вам дал возможность Голубей туда залезть. Сознавайся, как они попали. Я честно говорю. Да я в этом не понимаю, что честно заблуждаюсь. Может, ну, отключка, что-то бывает так, что... Ну, я зашел туда, все вещи там в рюкзаке, и пижамы, и другие... Ну, хорошо, кто-то это мог взять... Нет, вы мне говорите, давайте проверим, я отказался. Отказался? Ну, потому что я не могу подождать. Это единственные брюки, которые сами бегают без хозяина. Или большой ветер шел, и машину опрокинуло, вещи перемешались. Есть вариант. Вот она видела, может быть, их, и туда в машину отнесла. Это самый дешевый вылет, да? Из ребра сотворил ее. Да, все виновата дева. Из ребра сотворил. Ну, это не так. А как? А я не знаю, как он оказался около машины, переодевался там. Я не знаю. Как вы заходите, если вы приехали в машину, а потом поехали... А вот поехали, с собой взял просто. С собой, да. А мы проехали, забыли, и все. Просто с собой взял и проехался на машине, и я стоял. Рядом положил и забыл. Куда проехал? Три человека снимали сюда... На костер уже есть дом. На костер, дорогие? Нет, нет. Моечный костер, она обед. Где-то вы допустили невнимательность. Вот и все. Но как ее... Дело в том, что мы-то остаемся, и нам не хочется, чтобы это повторялось. Вот для чего это делалось. Я люблю расследование до конца. Это называется быть профессионалом своего дела. Я вот сейчас присад. За неделю у меня набралось 141 гигабайт. Как, Виталий? А ты как считаешь, Николай? Весомо. 161 файл. Весомо. Понятно. Их надо было сгруппировать, назначить, в каком месте название, числа проставить. Я все сидел и копался тут. Даже аппетит пропал. Мы пожевали сонодки тут с этим, с Александром. Так, мы вас ни в чем не обвиняем, а все-таки надо дознаться. Потом позвоните и скажете, мы узнали. Мешок, на котором лежали, он подкрався, мешок-то схватил и убежал. Мой нотер. Это лукавый, Игнатий Тихонович. Я верю, я верю. А зачем вы допустили его? Ну, я не допускала. Лукавый, без нашего ведома, это ведь не очень на нас бежится. Значит, мы с молитвой выходим, с молитвой заходим. Ни во что ставим этот мир. Им очень трудно с нами по-русски. Дьявол, что бы она нас ни сказала, мы говорим, а я еще хуже. Ну, если только, я не знаю, переодевался там, я отмерз с них. Но это я не помню абсолютно. Да, у нас такой порядок. Может быть, мы хотели это сделать? Мы вызвали на допрос Валентину Афанасьевну Шитикову в КГБ. А она работала проводницей. И они там что-то с ней поговорили. А потом говорят, распишись, что ты никому не будешь. Говоришь, что тебя допрашивают насчет меня. Она близкий был человек. Она говорит, я это не могу делать. Ну, мы можем про вас рассказать. А что вы расскажете? Я стала супругой всего мира на этом поезде. И все. И он умылся. Супруга всего мира. Еще ты больше скажешь про меня. Ты не успеешь рот раскрыть, как я покажу, кто я. И все. Он сразу закрылся. Да я пошутил. Даже с властями мы можем говорить, если за нами ничего нет. А если что-то ест, так и этим штанам ничего нельзя говорить. Кроме того, что сбежали. Хозяин надоелся. Решил на молодом посидеть. На молодой. Я просто с позиции штанов рассуждаю. Все тогда на этом. Простите, братья, за беспокойство. Да какое аллилуйя пели. А вы видели фильм «Профессионал»? Не знаю. Кто расскажет коротко? Никто не смотрел. «Профессионал» французский фильм «Депардей» играет там. Его направляют французы, им в государство, такого-то человека убить. И он профессионал своего дела. Но политика сместилась. И они, чтобы он там не натворил чего, они взяли и выдали его. Все, которые отправляли, сказали, в таком-то месте, в точке находится такой-то у него снайперская ментовка. И все. Его арестовали. Его пытают. Ну и дальше показывают. Ну так и договорились, что убивать его не будете. А пожизненно ему. И он там, наконец, устраивает побег. Является обратно во Францию. И сразу сообщают. Я и Винца. Они, он шифр дал. Они посмотрели. Да это же пять лет назад. Да нет. Восемь лет назад было. Так мы же ликвидировали. Они не знают, он говорит, явился. И теперь он сказал, все, которые виновны, я вас приберу к рукам. Это ваше КГБ, я вас разнесу в Дребене. И тогда стали спрашивать, что с ним делать. Ну и призвали на коляски, они ставили, говорит, я его учитель, вам не взять его. Он опережает на несколько шагов. Вы сейчас разговариваете? Он уже знает это. Это лучший ученик мой был. Ну и дальше, как они его ищут, и он их по дому всех скалыривает. И дальше все-таки тот, которого кому дали убить, а он президентом стал. И теперь Франция по-хорошему, и он его убивает. Не сам убивает, а так построен, что они его убивают. Профессионал, мне там очень слово нравится. Если ты верующий, ты должен на любой вопрос отвечать. Если ты в этом разбираешься где-то, у меня такое мнение, что ребята это знают. Ты должен до конца. Этот вопрос все-таки перетесите. В какой момент вы потеряли контроль над этими штанами? Как они могли так восстать? На мирную деревню. А если мы стали подозревать, что нас подозревают, видишь, как пошло дальше. Вы можете кое-что взять, как шутейно. На самом деле наши отношения с вами самые добрые. Ну все, сестерин, надо ехать. Поели, да? Нет, нет, не ели, нет. Накормить. Вы обедали или нет? Нет, нет, нет. Как нет? Давайте все поедим. Давайте накрывайте тогда. Накрывайте тогда. Без обеда никого не упускайте. Аллилуйя. Так, Александр, за стол. Это потолок, Елена. Елена так хотела еще и задержаться. Пообедайте.